Уй, как у нас здесь горячо во всех смыслах этого слова, я так прославляла Бога, твоими частями тела, твоими эмоциями, потому что Господь, Он достоин, Он достоин, Иисус, ты самый лучший. Аминь. Знаете, вчера у нас тоже здесь было очень горячо. У нас тут как бы много новостей, но я просто не могу промолчать. У нас вчера была женская встреча, у нас был пилатес-тренинг, но никто не заскрипел, мы так хорошо размялись, у нас был профессиональный тренер, две группы, мы получили огромное наслаждение, да, и много чему научились. Окей, хорошо. Дорогие, у нас замечательная тема, создан для небес, ты создан для небес, ты будешь для небес, моя тема сегодня, стать счастливым, это просто. Стать счастливым, это просто. Глёк, я докажу тебе сейчас. Мы уже немало слышали про поведение, как стать счастливым, как побороть свои проблемы, вы знаете, у нас здесь вообще-то не семинары по аудио-тренингу. Мы здесь слышим Божьи Истины, мы учимся каждый день применять их в своей жизни. Я много размышляла о счастье. Я поняла, что очень трудно дать ему определение. И я поняла, что очень трудно дать ему определение. Потому что один человек может быть богат, он может быть успешен, он может быть красивый, но он одинок и не счастливый. А другой человек беден, вроде бы ничего такого не имеет особенного, но он счастливый, но он счастливый довольно жизнью. Он счастливый и доволен с жизнью. Поэтому счастье, это состояние ума, это состояние ума, у Марка Аврелия прочитала классную цитату, это бывший римский император, это бывший римский император, император, кто не знает, не один человек несчастлив, пока он не считает себя счастливым. И счастье твоей жизни зависит от качества твоих мыслей. Вот иногда, когда разговариваешь с человеком, который поддавлен своими проблемами, ты просто понимаешь, вот чувствуешь вот эту общую неудовлетворенность жизнью. Мы все надеемся на счастье. Мы ищем его. Мы ищем его. Вы знаете, это подобно, как вот злота лихорадка, да? Вот все ищут сокровища, ищут сокровища. Никто не может его как бы найти, но все знают, что где-то оно есть. И вот мы ищем это счастье, ну где оно, где оно. Но все ищут по-разному. На самом деле мы часто вообще даже сами не понимаем, что нам надо для счастья. Правда? Сегодня нам одно надо. Heute brauchen wir eines. Завтра настроение поменялось, нам уже другое вроде надо. Морген сын мы anders гелаунт, и морген брохен мы уже что-то. Знаете, я как-то читала одну книгу, и я бы как-то читала одну книгу, называется «На счастливейшие люди на Земле». Д.е. «Ди глыклисты» «Менши» еще раз расскажу об этом. И darüber erzähлю я их jetzt. Автор Демос Шекериан Демос Шекериан и армянин и он рассказывал историю своей жизни. И вот в начале 20-го века Армяне получили пророчество от Господа, что им нужно переселяться в Америку. Никто из них никогда не был в Америке. И они не представляли вообще, какая там жизнь. Но те, которые послушались этого Откровения, которые доверились Господу, они спасли свою жизнь. И вот скоро после этого на Армянию напала Турция и полтора миллиона человек были уничтожены мусульманами. И вот эта боль, эта печаль настолько глубоко вошли в сердце армянского народа. Что даже оно вошло в их ДНК. Вот иногда очень, очень полезно прислушаться к тому, что Бог говорит о жизни. И вот автор пишет, что самыми счастливыми людьми на Земле могут быть те, которые живут послушными своему призванию, то есть в соответствии с той Судьбой, которую Бог для тебя предназначил. Если человек живет в согласии с Богом и с самим собой, когда человек в Einklang с Богом и с самим собой, тогда он может быть счастлив, то будет он счастлив. И у Пророка Иеремии мы также читаем, ибо только я знаю намерения о вас, намерения во благо и не на зло. Чтобы дать вам будущность и надежду, damit я удачу и надежду. Бог желает дать нам будущность и надежду. Бог желает дать тебе будущность и надежду. Бог желает дать тебе счастье. Он не прячет его, типа ищи, ищи, да? Он не прячет его, ищи, ищи, ищи. Вот такую интригу в нашей жизни делает. Нет, Бог не прячет это. Но вот из этих слов мы понимаем, что счастье, оно напрямую зависит от того, что Glück мы часто поступаем по-другому. Вместо того, чтобы жить так, как Господь нам определил, а его судьба для нас самая лучшая, мы верим в это, мы glauben daran. И вот вместо того, чтобы пить из его источника, мы начинаем искать какие-то заменители, какие-то заменители Бога. Знаете, это вот как в пище. Это как в пище. Fast-food или какие-то полуфабрикаты. Иногда они бывают напички такими добавками. Которые вызывают аппетит, но не дают сытости. И вот ты вроде бы как бы поел, а потом опять голод. И так и опять, и опять. И все знают, что это очень нездоровая пища. И все знают, что это очень нездоровая От нее даже жиреют, И вот так же иногда происходит с нашей жизнью. И oft passiert это auch с нашим жизнью. Когда мы наполняем ее ненужными какими-то вещами, если это заменители Бога, то они никогда не смогут улетворить твой духовный голод. Потому что внутри тебя есть такое место, которое принадлежит только ему. И никто и ничто никогда не сможет заполнить его. Поэтому мы ищем его. у нас есть такая неудовлетворенность какая-то, пока мы его не найдем. И вот Бог дал нам источник здоровой пищи. Он говорит, ищите меня. Я приду к вам и буду вечерить с вами. Что такое вечерить? Ну, ужин, да, вот ужин. Люди, когда ужин, что они делают? Ну, они общаются, да? Они общаются. Вот также Бог хочет прийти к тебе. Он хочет раскрыть свое сердце перед тобой. Он хочет поделиться своими планами перед тобой. Он хочет благословить тебя. Ему нравится общаться с тобой. Он не скрыл от нас, как быть счастливым. Давайте посмотрим несколько моментов. для начала я хочу коснуться тех вещей, которые отнимают, то есть воруют нашу радость и наше счастье. вы конечно это все знаете. Я просто вам напомню, Нашу радость и наше счастье воруют наши ложные представления. Например, нереалистичные ожидания. я напомню вам одно хорошее правило жизни. Чем меньше ожиданий, тем меньше разочарований. А мы зачастую придумываем себе сами какие-то сценарии жизни. Придумываем себе идеальных партнеров. Некоторые даже Иисуса себе своего собственного придумают. А потом, когда их ложные ожидания не сбываются, когда они уже кучу всяких ошибок понаделают, потом они говорят, да нет, 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 нет никакого счастья, никакой радости в жизни. Мы все рождены, чтобы здесь страдать. кто-нибудь со мной согласен? Нет. Нет. Мы все рождены для небеса, для счастья. все решены, чтобы мы счастливы и им 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 быть. Хорошо слушайте. Когда человек зациклен на самом себе, он не может быть счастливым. не счастливым. Давайте разберемся. Какие у нас еще могут быть ложные представления? Лас нас tiefer gehen. Какие falsche представления мы им haben? Ложная самооценка. Мы живем в непростом обществе. Мы leben в не einfach Gesellschaft. Мы часто испытываем давление от этих повышенных требований. вот сколько бы человек ни старался, у него никак не получается достичь вот этой планки. Думаете, перфекционисты очень счастливы? Но у них же все получается. Нет. Они никогда не испытывают счастье и удовлетворение от своих побед. хотя они стремятся к совершенству, но они никогда не считают, что они достаточно хороши. не для любят Поэтому не старайся угождать другим людям. Живи перед Богом. Ходи перед Богом. Он создал тебя для своей славы. Поэтому старайся нравиться ему. И вот послание Колоссяна мы читаем. и все что вы делаете делайте от души как для Господа а не для человека. Все что вы делаете как для Господа как для Господа тоже молиться. И David бетет auch. Ты устроил внутренности моей. Ты садкал меня в отрубе матери моей. Мой зародыш видели очи твои. В твоей книге записаны все дни моей жизни. И дальше мы читаем как возвышены для меня помышления твои. Вау ты еще не родился. Там кусочек вот такой мама еще не знает даже что ты зародился. А Господь уже полюбил тебя. Он уже мечтал о тебе. Он уже думал какой тебе дать призвание. какие таланты тебе дать. И вот Давид он молится и он знает что Господь любит его. ты устроил внутренности мои. Ты видел меня. Ты видел меня. Как возвышены твои помышления обо мне. И на протяжении всей твоей жизни Бог думает о тебе. Господь думает о тебе. Он не забыл тебя даже если тебе кажется что он забыл. Он не забыл тебя. Поэтому просто люби Господа. Просто научись быть благодарным ему за все. Даже в твоих неудачах. Когда кажется что Господь далеко. Он рядом. Он поднимает тебя. Потряхивает пыль с твоих колен. Иди дальше. Все нормально. Я рядом. Поэтому радуйся этим маленьким вещам в твоей жизни. Они тоже даруют счастье. Какие еще у нас сложные представления могут быть? Знаете, иногда если мы думаем, вот если бы у меня была легкая жизнь, тогда ничто не помешало бы моему счастью. Кто-нибудь когда-нибудь так думал? Я первая. Вы знаете, когда мы мечтаем жить легко, мы лишаем себя полноценной жизни, мы отнимем нас этого полноценного жизни, нам становится скучно, нам скучно. Я однажды слышала одного каучера, он даже не проповедник, он просто бизнесмен, он рассказывал, когда ему было лет десять, он был и его отец взял их с братом в поход, каучера. Они хотели подняться на гору, достичь вершины, и вот где-то посредине вот этой горы находился туристический центр. Когда они туда пришли, он рассказывает, ой, когда мы туда пришли, я увидела там красивые киоски, там были игровые автоматы, там висел такой огромный экран, там был огромный экран, мы показывали классные фильмы, доку про животных, про природу, и я решила, что мне не надо никуда идти, и я стою здесь, и он начал говорить о царь, ой, я не хочу подниматься на эту гору, ой, устал, и вообще мне это неинтересно, я подожду вас здесь, и мальчик остался в этом туристическом центре, и вот целый день, он игрался в эти игровые автоматы, насмотрелся этих всяких фильмов, и потом просто откровенно сидел и скучал, и вечером, когда он увидел папу со своим братом, знаете, такие грязные, уставшие, поцарапанные, но счастливые, он говорит, я понял, я пропустил приключения, иногда у нас так бывает, когда мы наполняем свою жизнь, какими-то игровыми автоматами, какими-то неважными проходящими вещами, отвлекаемся от цели, тогда мы пропускаем приключения с Господом, если ты хочешь избежать ран, в этой жизни, хочешь легкую жизнь, тебе будет скучно, тебе будет скучно, вот когда Иисус говорит, я пришел, чтобы дать жизнь с избытком, то он не имел в виду, что такая беспечная жизнь, он имел в виду, жизнь наполненная особым смыслом, чтобы мы не боялись, ставь себе трудные цели, ставь себе эти цели, достигай эти цели, потому что с ним все возможно, потому что с ним все возможно, на самом деле, с ним все возможно, наш Господь даже поощряет нас, чтобы мы ставили себя недостижимых целей, и чем выше цель, тем слаще победа, чем счастливее победа, чем Что ворует нашу Радость и наше Счастье? Ну конечно, куда же без нее? Наше неуправляемое Плоть. Знаете, несколько лет назад мы отдыхали с Генри в Таиланде. Мы решили покататься на слонах. О, я была в восторге, потому что это не лошадь, это слон. Многие из вас катались на слонах? Ну вот вижу, одну руку. И мы. Я так хотела покататься на слонах. Честно скажу, удовольствие не очень большое. И мы сидели в каких-то корзинах там. И нам ничего не надо было делать. Спереди там на шее слона сидел какой-то возница. У него такой топорик был в руке, такой маленький, узенький. Да, и он так этим топориком управлял слоном. Он был только вот так. И мы прибирались в какую-то грязную реку. Там через джунгли пробирались. И вот посреди прямо джунглей. И вот посреди прямо джунглей. Вдруг слон остановился. Стопп, der Eleфант. И никто не мог заставить сдвинуться с места. И знаете, что случилось? И знаете, что случилось? Слон увидел какашку. Весь его слоновий вид показал, что он очень оскорблён. И вот сколько этот возница не тыркал его этим топориком. И этот Райдер не помогал, но он не помогал. Потом он вдруг разворачивается сам по себе. И потопал к манговому дереву. И вот знаете, и пока он не нажрался. И когда он не жрался, никто не мог заставить его пойти туда, куда надо. И все это время мы сидели в этих корзинах и жрали. И ждали, пока он нажрётся. И все это время мы сидели в этих корзинах и жрали. И мы садимся на этом элефанты. И мы садимся, чтобы он садился. Да, значит, иногда в нашей жизни тоже такое бывает. Наши желания, наши привычки иногда владеют нами больше, чем наш дух. Ты понимаешь, что тебе надо противостоять этим вещам. Ты понимаешь, что тебе надо быть сильным. Ты же хочешь плоды духа иметь. Но твои привычки и твои желания, они ведут тебя куда-то не хочешь. Но твои привычки и твои желания, они ведут тебя куда-то не хочешь. Давайте прочитаем из Рима 8, глава 8, 9. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет вас. О, Иисус, нам срочно нужен твой дух. Нам нужна твоя Сила. Вот почему мы иногда бессильно против своих плотских желаний. Ну, ты скажешь, да, у нас там грешная плоть. Но есть еще что-то. Сила привычки. Привычка. Скажи привычка. Привычка, гевонхай. И привычка это наша вторая натура. А греховные привычки иногда управляют нами даже сильнее, чем мы этого хотим. Наша личность, она формируется до сих пор. Когда ты попадаешь в какие-то обстоятельства. Какие ты решения принимаешь. Как ты реагируешь. Твои поступки. И вот потом возникают привычки. Давайте еще из Эфесиан, 4 глава, 22 по 24 стих прочитаем. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в бастительных бахотях. И обновиться духом ума вашего. Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. В Библии сказано, что Бог делает нас новым человеком. Новым творением. Когда ты рождаешься свыше. Ты должен измениться. Ты обязательно изменишься. Ты просто не сможешь по-другому. Потому что в твое сердце входит Святой Дух. И он изменяет тебя. И он изменяет тебя. Ты новое творение. Ты bist eine новая Крида. И ты можешь наполнить свой раз новыми мыслями. Ты можешь воспитать в себе новые привычки. Полюбить что-то другое. Но если ты ничего не желаешь менять в своей жизни, Тогда ты ничего не достигнешь. Ты можешь auch nichts erreichen. Желание. Что-то изменить. Желание достичь что-то новое. Желание. Но мы не будем сейчас говорить о привычках. Это отдельная тема. Вот как быть счастливым. Живи осмысленно. Чтобы жить осмысленно. Тогда спроси себя. Что же я на самом деле хочу? Что на самом деле для меня важно? Не сегодня, вчера, а вообще. И вот Моисея молился. Научи нас, Господь, так счастливать наши дни, Чтобы приобрести сердце мудрое. А Павел советует нам. Мы можем прочитать, Эфессианам также 5 глава, 15-17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Никак неразумно, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительным, но познавайте, что есть воля Божия. Смотрите, у Иисуса были те же самые 24 часа в сутки. И он знал, как употреблять и с пользой. Вот то, куда ты делаешь свое время, от этого также зависит коэффициент твоего счастья. Разве вы не замечали, когда ты так подвиснешь на телефоне или перед телеком пару часов посидишь? Ты после этого чувствуешь себя еще более уставшим, более опустошенным. Вот какое-то такое, еще большее недовлетворение приходит. Ну, я не говорю, что это грех вообще, телефон. То есть во всем должен быть баланс и здравомыслие. Когда ты любишь Господа, когда ты ходишь перед Ним, ты сам будешь знать и чувствовать, когда тебе нужно остановиться. Окей. И еще одно условие для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Ой, я прям вот просто, ну не могу об этом молчать. Может быть, вы мне не поверите, но это четвертая заповедь. Кто знает четвертую заповедь? Ага, это заповедь о субботе. Это соблюдение Божьей субботы. И я вам сейчас закажу. Вот ты берешь один день, и ты отдыхаешь в объятиях Господа. Это у нас воскресенье, мы празднуем богослужение. Господь, он заповедил нам Шаббат. Это день отдыха. Это день, в котором мы можем остановиться. День, в котором мы можем остановиться. От своей суеты. Поразмыслить. И давайте прочитаем одно очень важное местописание. Да, если ты можешь и помечаешь, то пометь себе это место в Библии. Это исход 31 глава с 13 и по 15 стих первая часть. Я просто сейчас обещаю, вы будете шокированы. Скажи, сынам, Израилем, так. Субботы, мои, соблюдайте, ибо это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто сквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вону делать дело, та душа должна быть подстреблена и среди народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой Субботе покой, посвященном Господу. Реде ты к ним израилем, и говори, халтите только мои Сабаты, для этого есть знаки между мне и вас, для всех ваших будущих семей, чтобы вы узнаете, что я Хер, который вас хилит. И поэтому вы должны держать Сабаты, потому что он хилит вас. Кто он хилит, он обязательно умер, и он 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 умер. Смотрите, Господь, он знал, что нам трудно остановиться от погони своих дел. Господь знал, что в водовороте жизни он сильнее нас. И он сказал, стоп! Почитай день субботний. Вот Бог, он очень серьезно относится к своим словам. Он не просто говорит, ну, было бы неплохо вам отдохнуть один день. Смотрите, здесь даже определено наказание за несоблюдение субботы, но я когда прочитал, я обалдела, честно. Насколько это серьезное дело, вы смотрите, Бог, он нас сотворил. И он позаботился о том, чтобы мы не ломались и могли жить счастливо. Господь знает, что мы можем сломаться, поэтому он сказал, субботу соблюдай. Итак, четвертая заповедь. Четыре колеса у машины. Дважды два — четыре. Четыре угла в комнате. Запомнили, четвертая заповедь. Бог заповедал не для того, чтобы мы бездельничали, но чтобы мы оторвались от суеты, чтобы мы посетили богослужения, чтобы мы в свое сердце заглянули, есть ли у меня вера внутри, нахожусь ли я в твоих планах, Господь. Вы знаете, в обычные дни, шесть дней в неделю, все, что мы делаем, оно направлено на нас. А в субботу наши дела должны быть направлены на него. Я и он. Я и он. И это восстанавливает тебя. И это восстанавливает тебя. Созидает тебя. Это восстанавливает тебя. Господь говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. И я буду превознесен в народе. Вы знаете, только тогда, когда у нас мы уделяем достаточно времени и сил общению с нашим небесным Папочкой, только тогда наше сердце способно прославить его. Вот то, что делает нас счастливым, это благодарность. Скажи, благодарность. Благодарность. Следующий пункт. Мы прочитаем еще Колоссянам 3.17. И все, что вы делаете, Слово мы делаем, все делать во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Скажи все, что я делаю. Все, что ты делаешь. Благодари. Благодари. Знаете, мы часто ведем себя так, как будто нам все все должны. Да, мы даже как-то подсознательно иногда Бога делаем своим должником. Когда что-то не происходит, что мы просим, кажется, Бог, ты мне что-то не дал, ты вроде как должен, да? Ну, ты же меня любишь. А как же обетование? А разве есть у нас такое право? Разве есть у нас такое право? Но если ты выбираешь благодарность в любой ситуации, это помогает тебе защищаться от горечи, в любой ситуации, ты просто начинаешь видеть ситуацию в другом свете. Даже если ты не понимаешь, даже если ты не согласен с этой ситуацией, но у тебя другой настроек, приходит смирение, приходит мир в сердце, приходит Friede rein. Вы знаете, как оптимист попадает на кладбище? И он видит все такие печальные. Он говорит, эй, что это вы все такие печальные, хмурые? Он говорит, ну, кладбище, смерть. Говорит, да вы что? Посмотрите, сколько плюсов. Nein, плюс, плюс. Кресты, понимаете, да? Да, es gibt so viele kreuz'e, also ein plus. Посмотрите, сколько плюсов вокруг. wie viele pluss das sind. Какая бы ни была ситуация, в твоей жизни всегда есть плюс. Обычно нам легко благодарить, когда у нас хорошее настроение. Но я вам скажу, что благодарность это состояние сердца, а не настроение. не настроение, а не настроение, а не настроение, а не настроение. Да, и это можно себе воспитать. Я предлагаю сейчас, давайте, подожди, пожалуйста, секунду, у меня есть очень интересный момент, я хочу провести эксперимент с вами. У меня еще есть 10 минут. euch ein эксперимент durchführen, я вам noch 10 минут Zeit dafür. Да, окей. Так, Наташа, иди сюда. Дим, давай, раз вы так спите. Димитрий, kannst du bitte auch в die Bühne rauskommen, wenn ihr schon so vorne сидит. Любите шоколад? Шоколад любите? Шоколад. Окей. Вот у меня есть для вас задание. Я хочу шоколад для вас. Вот шоколад? Hier есть тафель шоколад. Мозерот. 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 Я шучу. Окей, ваше задание съесть шоколад. Подожди. Димитрий, кушайте свой шоколад. Ну, вы можете сейчас шоколад essen. Ну, может, не все, может, кусочек удобнее, можешь все. А, ты можешь вкусно? Шмекц? Окей, шмекц. Что он сделал? Съешь шоколад? Что он сделал? Съешь шоколад? Ну, тоже, давай теперь ты. Наталья, bitte, ты, 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 подожди. Подожди. Окей, посмотри на шоколад. Шоколад опиши его. Also, beschreibь это, bitte. А, как обязательно? Ну, коричневый шоколад с орешками. Also, das ist eine dunkle шоколад mit nüssen. Also, riecht bitte dran. Шоколадкой пахнет. Ja, es riecht nach шоколад. Es riecht lecker. Положи теперь в рот. Also, leg es bitte jetzt in den Mund hinein. подожди. Aber warte. Пусть он растает, покатай его так на языке. Что ты чувствуешь? Was spürst? Was fühlst dabei? Süßigkeit? Сладость. Süße. Ну, какао-масса. Also, какао-масса. Начинку она почувствовала. Вот скажите, как вы думаете, кто из них получил больше удовольствия от шоколада? Дима быстро слопал. Но ему тоже было вкусно. Наташа так, ну, так, понюхала. Наталья посмотрела, может быть, прочитала там ингредиенты, нет ли вредного, чего. Окей, присаживайтесь, можете взять шоколад себе. Вы можете шоколад приятные мелочи. Но если также замечать какие-то приятные мелочи. Ну, начинку какую-то, да? Там орешки, еще апельсиновые какие-то штучки были. Если научиться видеть чудо в повседневной жизни, то можно почувствовать приятный вкус жизни. Тогда ты сможешь наслаждаться ей. Вот чаще всего счастье скрывается в каких-то мелочах жизни. А мы их часто просто пропускаем и не замечаем. Поэтому еще один совет. Сосредоточься на том, не на том, чего ты лишен, но то, что ты имеешь, а ты имеешь немало, ты имеешь немало, благодарность это надежный щит для твоего духа. Поэтому давайте будем изменять свой образ мышления. Давайте будем наполнять себя новыми мыслями, новыми привычками, научиться радоваться мелочам жизни. Давайте поставим правильные приоритеты в своей жизни. Богу пусть будет Божье, кесарю, кесарю, просто научиться ценить то, что Бог нам дает. Давайте помолимся. Если устали сидеть, встанем. Я хочу, чтобы ты просто заглянул в себя. подпишись. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...